Пока в Олимпийском Сочи кипят спортивные страсти по зимним видам спорта, в Славянске на Кубани идут баталии по настольному теннису. На этой неделе в спорткомплексе «Лидер» стартовал первый этап открытого чемпионата Краснодарского края по настольному теннису – Высшая лига Кубани. На эти соревнования съехались теннисисты практически со всех уголков России. Тина Капачевская с подробностями. Соревнования по настольному теннису будут проходить в четыре этапа. В первом туре соревнований приняли участие 24 команды со всей России. По окончанию этого этапа команда, набравшая наибольшее количество очков, пройдет в высшую лигу, а оставшиеся сборные, занявшие с 17 по 40 место, сыграют во второй лиге. Заслуженный работник физической культуры Кубани Вадим Крылов рассказал, что эти соревнования отличаются от многих своей массовостью. В них могут принимать участие практически все желающие, без ограничения возраста. Чем эти соревнования примечательны? То, что мы подключаем к этим соревнованиям очень большое количество людей в плане детского возраста. Могут играть и ветераны спорта, и те, которые давно забросили это дело. Мастера подключаются. И приглашенные из других городов, пожалуйста. Потому что это как клубные соревнования проходят. И они имеют очень большой интерес в плане массовости проведения. Тренер по настольному теннису Алексей Трусов в наш город приехал вместе со своей командой из Санкт-Петербурга. Этим видом спорта он занимается уже четверть века. В подобных соревнованиях участвует не первый год. Но в Слайнске на Кубани особая атмосфера, уверен спортсмен. Мы уже участвуем четвертый год. И с Питера приезжают и Буров, и Суценко, и Браченко. Это такие, грубо говоря, с 15 лучших в России. Ну, приезжаем. Интересно, тут дух такой спортивный, как говорится. И много команд, поиграть есть с кем. Подопечный Алексея Трусова Николай Баланчук также не представляет свою жизнь без тенниса, хоть и занимается им всего лишь два года. К этим соревнованиям он готовился очень долго и упорно, ведь он приехал, чтобы показать хороший результат. Для меня это очень важно в моей жизни. Я даже пропускаю за это много уроков в школе. К этим соревнованиям я подошел очень серьезно. Готовился 7 раз в неделю, по 4-5 часов в день. Первый этап чемпионата будет длиться 3 дня, после чего подведут итоги и фавориты перейдут в высшую лигу. О том, кто победит в этих соревнованиях, мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.